Начиная от 24 февраля с его полномасштабным вторжением в Украину, 144-миллионный российский народ раскололся на два лагеря. По одну сторону вскормленные лживой пропагандой ярые фанаты Путина, поддерживающие кровопролитие в соседней стране. По другую здравомыслящие россияне. Они отлично понимающие, куда Путин загоняет страну, да и их самих. Относитесь к войне с Украиной? Очень негативно. Желаю скорейшей смерти Путина. Вот быстрейшей. Конечно, может быть, это и неприлично так говорить, но скорее бы он умер. И последних искренне желающих смены власти в России и окончания кровопролития в Украине с каждым днем становится все больше. Отсюда и поджоги военкоматов, диверсии на железных дорогах и нежелание идти в ряды добровольцев пачками, отправляемые в качестве пушечного мяса на передовую. Необходимо как можно скорее остановить войну. Это нужно Украине, но это также нужно и каждому гражданину России. Потому что может оказаться, что война-то к нам гораздо ближе, чем кажется. Война с Украиной точно когда-то закончится. Украина пойдет дальше в мирную жизнь. А вот нам, россиянам, предстоит жить с теми, кто отдавал приказы об ударах по мирным жителям, с теми, кто эти приказы исполнял. Народное недовольство политикой Путина настолько сильно, что о нем стали говорить не только на кухнях за закрытыми дверями, а и в политическом пространстве. Против Путина хотят выдвинуть обвинения в госизмене. Совет муниципального образования Смоленская в Петербурге решил обратиться к Государственной Думе с просьбой отрешить Владимира Путина от должности президента. За было большинство депутатов. Нет, это не первоапрельская шутка или очередной пранк. Совет муниципального образования в Санкт-Петербурге действительно призвал депутатов Госдумы выдвинуть обвинения против гаранта Конституции. Похоже, очень похоже, что в России кто-то начал немножко прозревать и понимать, что на самом деле происходит вокруг и в какую главу сейчас Путин бросает Россию. Согласно официальному документу, Путина обвиняют в том, что на войне в Украине гибнут и становятся инвалидами молодые трудоспособные россияне. Тем временем блок НАТО активно расширяется на восток, а Украина бесперебойно получает современное западное оружие. Хотя цели, которыми оправдывал Путин военную агрессию, были обратными. Одной из целей СВО была объявлена демилитаризация Украины. Однако достигнут обратный эффект. Страдает экономика России, недоступность иностранных комплектующих, выход компаний и инвесторов с рынка, эмиграция образованного населения. Все это не может пройти бесследно для экономического благополучия граждан России. И правда, с начала полномасштабной войны в Украине РФ несет колоссальные военные, репутационные и экономические потери. Любимая фраза кремлевских пропагандистов про затягивание поясов уже не актуальна. Затягивать дальше некуда. Единственный выход – смена власти. Я считаю, что это пойдет только на пользу. Потому что все ненужное, вредное и все, что нам мешает идти вперед, будет отторгнуто. Но забрать власть у российского диктатора так просто не выйдет. Путин вцепился в нее смертельной хваткой. Переписавший под себя Конституцию и закрутивший все возможные гайки инакомыслия, он вряд ли прислушается к словам собственного народа. Мы, безусловно, понимаем, что такое Государственная Дума в современной России. Мы не питаем иллюзий каких-то насчет этого органа. Поэтому наша главная цель – это огласка. Наша главная цель – это показать, что есть такие депутаты, как мы в современной России, которые против современного курса власти. Что делают в России с недовольными официальной политикой Кремля, все отлично знают. Не стали исключением и питерские депутаты. Их уже вызвали в полицию и, скорее всего, обвинят в распространении фейковой войны. И традиционно признают иностранными агентами. Но, как говорится, плода камень точит. И уже завтра на смену бесстрашному Петербургскому совету муниципального образования придут следующие. В сегодняшней точке, говоря откровенно, совершенно не видно, кто, а главное, как, смог бы отстранить Владимира Путина, формально или фактически. Однако надежда на какую-то демократическую трансформацию есть. Ибо из истории мы знаем, что обычно демократии рождаются, когда диктатор совершает фатальную для себя ошибку. И этой фатальной ошибкой Путина станет именно нападение на Украину. Затыкать рты недовольным в РФ с каждым днем становится все сложнее. Ведь количество негодующих растет в геометрической прогрессии. Быстрее падает только уровень доверия к самому Владимиру Владимировичу. А без всемирной любви, граничащей с неподдельным страхом, власть ирану в России не удержать.